И жизнь известной, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю прийти в селисяны, и очистены от всяких скверны. И спаси блажей души нашу. Господь наш и Бог, благослови нас на эти занятия. Господи, помоги, чтобы избраничество это наше проявилось в этом нашем отношении к Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы Слово это проникло в нас до самого конца, чтобы мы вышли на проповедь и благовестили Имя Твое Святое через Слово Твое Святое. Помоги, Господи, многим людям узнать еще о Тебе. И хоть это и последние дни, но все-таки покаяние должно состояться в них. Помоги, многомилостивый Господи, и тем, кто трудится на этом поприще, и в таком для нас новом, непонятном, как интернет-качестве. Даруй, многомилостивый Господь, чтобы люди через эту виртуальную реальность пришли к истинной реальности, к реальности того, что Слово Твое Святое оживляет их души, как оживило наше некогда. Помоги, многомилостивый Господи, чтобы и священники многие стали верующими, и епископы, чтобы это было настоящее братство Христово, Твое братство, Господи. Глава, которой Ты. Тебе же слава за все, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Да, вы соединили предыдущие занятия с сегодняшним. Хотят, что было замечательно, что здесь нарушения какие были. Вот я захожу, там, где женщина, сестра развивается, свет горит, никого нет, с улицы открытый день горит. Захожу, на кочегарке горит, в коридоре две лампочки горит, и здесь шесть лампочек горит, и никому они не нужны. Вот это вот, это знаешь, что такое? Советский разврат, горбочек называют. Несметное сокровище нас развратили. Зачем свет? Я хожу за всеми, как старая бабка, и только выключаю. Даже отсюда вот сидят, выходят молиться, а свет так и остали, бросили, пошли. За этим тоже надо смотреть. Раньше были лозунки такие, экономика должна быть экономной. Главное заработать. Спасибо, Христос. Не менее важно, как правильно растратить. Иначе, говорит, жена рукавом растрясет то, что муж не заработал. Авансом, вперед. Это так и есть. Все? Все? Выключайте. Итак, пятый стих. Выключи там все. Мой главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Проходили уже долго. Давайте следующий. Сейчас опять начнем. Да уже уклонились. Что теперь уже считать? В прошлый раз уклонялись, уклонялись, опять туда же. Вы меня не слышали, наверное, братья. Я повторяю. Для того, чтобы была связь предыдущего занятия сегодняшнего. Да не надо, мы так знаем. Пятый. Ну, ты знаешь, я не знаю. Другой не знаю. Все, давай. Правильно, правильно. Можно дочитать? Да, да. Спасибо, Христос. Итак, пятый стих. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Толкование не будем читать, потому что мы много говорили. Сейчас слово дам тебе, Павел. Говори, пожалуйста. Виктор Анатольевич, читайте сразу следующий стих уже. Так, давайте подальше, посчитайте, Павел. Зачем вот это? Ну, прочли стих. Толкование было на том занятии. Все, не будем повторяться уже. Так, пускай повторяется, как он ведущий. Я просто не расслышал. Не надо, делай как надо. Как кажется, справедливо. Шестой стих. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Короткое толкование на короткий стих. Чтобы вы до времени решали себя друг друга. А я сказал это, говорит апостол, как позволение. То есть, снисхождение к вашей немощи, а не как повеление непривожное. Есть вопросы, замечания, высказывания? Ну, на том занятии мы подробно на этом останавливались. Но здесь апостол Павел еще пояснил. Можно было, кстати, это прочесть сразу еще на том занятии. Что не как закона, а как позволение. Как совет добрый. Ну, это как апостол Иоанн Златоуст говорит, что как бы апостол Павел садит с одной стороны от себя на кровати мужчину, с другой женщину. И начинает их увещевать. Как правильно жить? Как правильно жить по тому изречению, которое он сказал. Будьте как я. Но он до этого дойдет еще. Я что-то приболел, а врач мне советует, сходи тут в краевая больница, кажется, отделение-то. Ну, мужику пошел там, что-то у меня простыл. Надо более активный половой образ жизни вести. Он мне советует. Я пришел домой, из кровати тащил матрас. А жена говорит, что такое, так на пол, на половой образ не вел вести. Теперь спать буду на полу. Я потом спрашиваю врача этого, как тот врач? Да его, говорит, то ли выгнали, то ли еще. Он что-то совет это давал. Да, может, даже сказали, ты как-то так поверни, чтобы оно и ласково было, и свое дело сделал. Седьмой стих. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Толкование святого фифолакта болгарского. Везде, где только апостол предписывает какой-либо трудный подвиг, обыкновенно самого себя ставит в пример. Посему и здесь, говорит, желаю, чтобы все и всегда воздерживались. Пребывание в детстве, говорит, есть дарование от Бога. Однако этот подвиг требует и наших сил. Как же он называет его дарованием? Утешение коринфянам, которым он словами «невоздержанием вашим» в стихе пятом, нанес чувствительный удар. Между тем, заметь, что и самый брак он почитает дарованием. Ибо сказал, каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, то есть дарование пребывать в детстве, другой иначе, то есть дарование жить в супружестве. Можно? Да. Ну, я хотел пример показать, как это сложно выбирать, когда ты живешь уже, вот этой самой половой жизнью-то. Это пример Нейрона. Вот апостол Павел, да, там апостол Павел, конечно. Это Ян Златоус пишет. Тем, кто бьет монахов, как он называется. К бьющим монахов. Вот у него там идут беседы, и вот в одной из бесед, по-моему, во второй, он там говорит о том, что вот апостол Павел проповедовал в Риме. И как он дошел до казни-то? И наложница, любимая наложница Нейрона, взяла и уверовала. Но так, как она уверовала во Христа, а к этому прилагалось и все остальное, у учения, она его, говорит, правильно поняла. И Нейрону сказала, да-ка мы с тобой в блуде живем. И взяла ему и отказала от постели. А Нейрон-то ее не понял. Учения-то он это не принял еще христианское. И поэтому, когда узнал, что это Павел ее подговорил, то приговорил апостола Павла к усечению мечом. Дальше знаем, чем закончилось. И святой муж наш, апостол, был усекнут мечом. То есть вот к этому прелюдия была именно такая. Как раз она вот к нашему разговору, к примеру. То есть если Нейрон-то уверовал до конца, он бы осознал, какая ему женщина досталась-то прекрасная, какая она была бы жена императрица настоящая. Но однако этого не случилось. Ну а теперь перейдем к верующим уже людям. Тогда-то они были все язычники. Так она правильно поступила или нет? Наложница-то? Да. Что, отказала ему? Ну конечно. А? Конечно. А как же она не властна своим телом? Да, да, неправильно. Кто призван рабом, оставайся рабом. А потом еще дальше стих другой, еще который не исполнен тоже останется. Она призвана рабыней, она осталась. Теперь прямо говорится о том, что не властна своим телом. Да. Нарушила. Мы читали уже предыдущие четвертики. Вот это подобное было у Марии Галендухи. Персиянка. Она перестала с мужем летношение. Он пожаловался к правителю. Дальше допросили. Он ее сколько ни уговаривал, бесполезное дело. Поднялся и казнили. Здесь щадящий режим был. Если он понимает, нет, значит, должна уступить. Если она полностью закрыта оказалась, ну что, она за это понесла. Не нам ее судить, но это неправильно. Апостол Павел как бы обнимает. У меня очень близкий человек, ну прям родная. Приезжает так и так, вот врачи сказали, и я сама чувствую уже, ну, шесть ребятишек, ну, все-то где-то это. Ну, и решила одна. Я как? А он никак, муж. Ты должна уступить. Вопросов даже не должно быть. Ко мне приезжает бабка, 73 года. Та же история. Он крепкий мужик, коммунист говорит. И к ней пристает, и все. А я в другой комнате, сплю с внучкой. Ну, пусть внучка одна ночью, и пока ты пойди. Так это я в чистоте хочу жить. Не по закону. Здесь Павел не говорит принимать монашество. А быть одному и воздержание, которое никому не вредит. Дабы сатана не искушал невоздержания. У кого? Его. Он один остался. И он пойдет на сторону. Это щадящий режим Павел дал. Вот теперь силы и убеждения. Вот Мария есть, не Мария, а Милания, ремлянка. Она не хотела выходить замуж, но родителям подчинилась. Они ее. А муж любит ее по-настоящему. Она говорит, давай жить как брат с сестрой, чтобы ничего не было. Я не хочу. Я Богу обед дала. Он говорит, ничего этого не будет. Будем жить как есть. Говорит, а тогда я умру. Откуда она знала? И правда, роды были настолько тяжелые, она на краю могилы стояла. И тогда муж, видя, что действительно это от Бога, и сказал, все, больше пальцем не прикоснусь. И она осталась живая. Тут надо все учитывать. Не просто так вот. Сегодня Игорь Третьяков об этом говорил. Я десятки раз просмотрю, кто он такой. У меня даже... Я на него выйду. Вот сегодня уже третий день, я к нему захожу, какие ролики, какие у него фотографии, смотрю, ответить не ответить. Если отвечу, я его потеряю. И вот есть такие, прямо настолько сильные, еретики там воюют, а меня они благословляют. Прям благословляют, величают. А им такие материалы, да. Я гляжу, у них там больше десяти моих роликов перетянуто. А через них его там друзья, другие сектанты смотрят. А православные меня подбивают, ну, ты видишь, он на вашем ролике, что там говорит, забанить называется, закрыть его, в черный список. Я посмотрел, говорю, нельзя, такая работа идет. Какая там работа? Ну, я вижу, а ты нет, потому что, во-первых, меня не надо к этому побуждать. Если я увижу ее, закрою его. Но здесь я вижу другое. Он доказывает. Вот такая-то книга, вот православные гнали, вот так-то гнали, вот такие-то были указы. Он фактами сыпет. А у вас ничего, вы злобитесь, сектант, теретик, но даже он сектант, теретик, но он человек, он приводит факты. У него знание большое. А у вас ничего нет, только злоба одна пышет, и все. Не трогать его. Я за него молюсь каждый день, произношу его имя. Вы молитесь, нет? Ну, вот между нами большая разница. Я ходатаем за него. А они меня только по имени отчества и дорогой. Вот и все. А, так вы заодно с ними. Ну, заодно, не заодно, я уж не отпираюсь заодно. Он любит Библию. Он любит Слово Божие. А у тебя, у него какое прошлое было? Совсем никуда не годится. Да как? Какое отношение ты имеешь? Да он в тюрьме сидел. Да какое же ты имеешь право говорить ему? Это когда он прощенный, может быть. Он верующий. А он там женился незаконно. В такие дебри. Это православное. Я не с вами. Я одно могу сказать. Я не с вами, поймите. Не с вами. Я вижу, вы не такие, какие должны быть. Верите-ка, нужно обращать скротостью. Скротостью. Это святые отцы указывают об этом. А как скротостью? Ну, дать ему сначала. А он будет дальше идти. Я не разговариваю. Я никогда не спорю. Сколько у меня? Шесть тысяч человек. Я никогда не спорю. Я ему дал. А почему не отвечаете? А я вам материал дал считать. И там все сказано. А дальше что? Мы распаляться будем. Он начинает меня, как говорится, поднащивать. Обзывать. Да вы не то, а другое. Меня это совершенно не касает. Я вижу, заглохло и все. А они сражаются. Более тысячи комментариев на моем ролике. Тысячу. Друг друга по пятьсот раз они ударили. И ничего нет. Ты такой, ты падла. Ты там всякое ругательство. Зачем же это нужно? Он убит Библию. Ты ему по Библии покажи. А раз не можешь, помолчи. Я говорю о работе, которую приходится вести. Так и здесь. Понимаешь? Это надо... Ну, посмотреть. Вот она у меня знакомая, но настолько хорошая в группсовке. Фокина. Я не знаю, 103 года, кажется, уже. Они с моей тетей Тони, моя близкая подруга была. Они были ровнее. Она 10 дней меня не дождалась из лагеря. Тетя Тони. И она... А у нее муж кому не есть. Она с внучкой спит где-то. Она внучка полюбила собачку. Клуб собаководства получила. Щенка и принесла домой. Ну, щенок-то... Где он на улице-то будет-то? Она взяла. А ее научили так, что если собака в доме, то ангел не может там пребывать. И тут святые иконы. Ну, и что? Баба встала и ушла в другую комнату жить. А внучка-то около нее она выросла. Она молится все вместе с ней-то. А она ушла в другую комнату и плачет. Без внучки не может. Но она не может и нарушить, как научена. Ко мне посыльного посылает. Посыльный приезжает. Что делать? Я говорю, откуда вы узнали, что ангел нет? Написано, и пошел Товер. И Рафаил Ангел с ними, и Архангел. И рядом бежала собака. Да вы что? Ну, так написано. И псы, идиоткрохи, падающие со стола. Наконец-то, все обедали на улице. Ну, понимаешь? Ну, написано. Ну, а что теперь делать? Да ничего, собака никакой роли не играет. Попроси у внучки прощения. Значит, я могу, ей бабки ни иконы не надо, она внучку потеряла. Да она, родехонька-то, как теперь с внучкой, она вместе. Да собачка-то такая хорошая растет, да такая послушная. Пожалуйста. Проще всего отрубить не по-нашему. А наше-то какое оно? Чипы разные придумывают. Ничего этого нет. Священноначальное Московской Патриархии заявило. Это не имеет никакой роли. Это нейтральное. Все вдруг вышли. Ни неблагословенный Патриарх, ни благословенный другие, там, Ян Крестьянкин, которые отзывались, там, Гурьянов, никого не слушают-то. Да разве это можно так делать-то? А вот я съела там хлеб, на котором там это штрихот-то был, то у меня живот бурлил. Ну, может, и горошек сынаелась позавчера. Откуда я знаю? Надо быть исходительным. Это ни на что не влияет. И уметь объяснить на основании Слова Божия. И баба довольная. Вот она, я прям не знаю, как это. Как ее звать-то, Надежда Васильевна? Не помнит. Души! А? Евдокия! Евдокия! Вот так. Давай дальше считай. Вот еще об этом стихе у меня возник вопрос. Может быть, есть ответ у кого-то? Значит, апостол Павел говорит здесь о двух дарованиях. О дарованиях, то есть, то, что дается даром. От кого? Ну, от Бога дается дар. Здесь об этом говорится. Дарование девства и дарование супружества. Так вот, ну, девство мне неизвестно, а супружество известно. Поэтому вот вопрос о супружестве. В чем дарование о супружестве? В чем? Виагра наглотался или что-то другое? Да. Наверное, в снисхождении, в умении сохранить добрые отношения, в умении довести половину слабую до неба, не уступать ее капризам. Вот это и есть дар. Дар, дар. А кому легче? Ну, если так в семейной жизни, внешне, легче, она готовит и занимается, она с ребятишками. А у той одно упование на Бога. Ей как бы легче, но она не имеет защиты здесь никакой. Она одна к ней пристает, там к ней пишут. Я говорю, что ты замуж-то вышел? Да надоело со всех сторон мужики, как мухи липнут. А теперь узнали, что я верующий, муж такой здоровый. Они все испугались, отошли. А там самый плюгавенький принюхивался к ней. Но здесь речь идет не только о мужской половине, но и о женской половине тоже. То есть с ее стороны тоже дарование жить в супружестве. Воспитание детей. Это же искушения никакие. Вот заложено какое чувство, это влечение. Его нельзя ничем побороть. Это самая сильная страсть в человеке. Это очень хорошо в крейсерной сонате Лев Николаевич Толстой объясняет. Ну, я уж не говорю по Фрейду. Самая сильная страсть. И победить ее не удастся бесполезно. Отца Сергия, вспомни там его рассказ где-то. А как Бог? На этом горели, вот считаешь, коном. Коном, это имя его такое, коном. Что они там, когда помазали миром сейчас? Печать дары Духа Святого, печать дары Духа Святого. Что-то мазали такое, что его нельзя было так. Крещане-то принимали совершенно голые. Ни нитки, ничего нет. И он ее помазывал голую. И она была такой необыкновенной красоты, как-то это крестьянка или кто. И он дальше, ему надо мазать дальше. Он возгорелся к ней, он положил свой флакончик и пошел заплакал. Его ангел встретил и говорит, что плачешь? Я же пресвитер, мне надо помазать. Дошел до определенного момента и еще мазать-то меня. Когда я сам весь измазанный-то пошел. Да уж ангел вмешался в это дело и отнял от него это. Страсть. Страсть, а страсть показывает, как тоже, у Толстого написано. Как будто, это у святых написано, удочка в рот и оттуда вытягивает. И какая-то мерзость такая, внутри что надо образно показать где-то. Телефоново. Да. Еще есть вопросы? Пояснения на этот вопрос? Да. А Дарий? Ну, пояснения есть. Ну, книга бытие, будем говорить. Уже ближе некуда. И дальше в Библии даже уже ничего не объясняется. Ну, там объясняет Господь, когда апостолы к нему там с этим вопросом подходят. А так-то вот книга бытие, вот из ребра Адамова, Ева, и он будет пророчество. И будучи еще совершенно райским человеком, он уже говорит, костер, кости мои, и прилепится муж к жене, будут два, одна плоть. Потом дальше, следующее, мы видим, третья глава, это во второй написано. В третьей главе мы видим, как согрешает человек, Ева, потом падает Адам. Вот их грехопадение, друг на друга все перекладывают, до конца доходят до сатаны. И Господь им дает им теперь другие знамения, еще более жесткие. Господство мужа над женою и господство вот этой всей земли над человеком, что в поте лица выше есть. Обнищевание всей земли от даров Божьих. И теперь они вместе должны прийти, два, муж и жена. И приходят, мы видим уже, это четвертая глава, описывают, как они уже вне рая начинают жить, убийства. И вот эти все страдания, это самое дерево познания добра и зла, теперь обратилось в их жизнь. И они начинают полной чашей вот этот грех свой черпать. Ну, в конечном итоге мы знаем, что Адам с Евой пришли к Господу. Господь их взял и вывел на свободу. Зоя Деянова звонила, всем поклон передает. И два календаря, у кого они есть, через Таню Муху передать ей там, она заплатит. Где-то лежат непроданные, которые здесь были. Вообще проданных уже нет. Остался один непроданный только у Тани Капустины. Ну, отдадите, я сказал ей. Она ему кому-то уже обещала. Все, продолжайтесь. Ну, вот это я пояснение даю о том, что... С самого начала говорится о том, как муж и жена должны жить. Какие у них дарования, какие пророчества. Все это объясняется. Апостол Павел поподробнее останавливается уже на жизни супругов в Богом Завете. Ну, по большому счету, речь-то идет, апостол Павел-то пишет к Аниферам, то есть к христианам, уверовавшим. Так и мы здесь говорим о людях верующих. То есть супруги, муж и жена должны осознать этот дар, что этот дар дан Богом, что они теперь стали единым телом. И этот дар они должны просто развивать и проявлять его. Вот в этом главный смысл, что в супружестве они должны его проявить полностью. То есть родить детей и воспитать их достойными Царствия Небесного. Хотел еще добавить, чуть не упустил. Хорошо, что запомнили. И дело в следующем. Адам с Евой уже были верующими. Как они были неверующими, если они Бога самого видели? К ним даже это вообще не относится. Господь-то прям беседовал с ними. А с Адамом вообще по раю ходил. Поэтому тут нам все понятно. Поэтому это к верующим относится. Раз. Теперь дальше. Но Слово Божье Господь нам еще же оставлял веки. И очень весомые они были. Это книга «Песня песней», которая относится, конечно же, к душе человеческой. Но оттуда мы подчеркиваем отношения и супругов. Дальше очень сильные и большие наставления. В притчах Соломона, дальше «Премудрости Соломона», «Премудрости книги Сираха» мы пишем о том, как должны относиться. Это тоже идет к еврейскому народу. По идее он пишет, как к еврейскому народу. Ну а там уже дальше это если кто верует, там и прозерита может быть, он все равно эти законы может принять. Видишь, наставления сына к сыну, как он, вот женщина какая она бывает, а вот женщина мудрая какая бывает. То есть все это об этом сказано, причем в мельчайших даже подробностях сказано, как себя вести. И если бы, вот Игнат Тихонович сказал об этом, если бы не этот природный грех, то эти бы наставления помогли всем. Но они помогли очень немногим. Так, в каких семьях больше мира? Там, где жена господствует за голову, или где муж? Где муж господствует, там больше мира. Где жена? Где жена господствует? Где цивилизм молчания? Где Бог господствует? Где жена господствует? Там полный мир. Это университет. Почему? Потому что пирамида перевернута, спасения нет, дьявол их не трогает. Все. Это мне рассказывают люди разные-разные. А вот я говорю, а она опять против. Он мужик крепкий такой, держит в руках. И она все время против, палки в колеса толкает где-то. И он подчинился ей. Наконец сломили его. Я говорю, и как? Ну очень просто, я ничего не делаю. А что? А теперь из его зять, самой очень близки, и он мне рассказывает, он лежит только телевизор, включает. Она ему сразу говорит, Ваня, машину надо, мы едем. Чакнул, выключил. Он ни слова не говорит, пошел, машину подогнал, опять чакнул, лежит, смотрит. Она еще тут все-то прихорошилась. Так, Ваня, поехали. Ваня вышел, выключил, сел за руль, поехали. Ни слова против нигде нету. Но попробуй эту бабу смирить, поставить. Там дракон семи главы, и одну голову отрубать больше, еще три прирастут. Вот где наоборот перевернута, там мир. А вот если бы как у мусульман было, крепко мужик сказал, ну у настоящих христианских. Там все время будет бушевать и бушевать. Она не может исправиться. Не может. У нее нет первого страха, отречения от самого себя и страха Божия нет. Вот самое главное, да. Ты не поняла. А? Не поняла. Можно рассказать? Я тебе говорю, что если, то. Ты, ты. Можно я просто пример приведу? У меня это было не на моей практике, а когда я преподавала, вот закон Божий там мне предложили преподавать. И у меня девочка задала такой вопрос. Вот, значит, вы нам вот все объясняете, что мужчина должен главенствовать, что, значит, должны, жена должна слушаться. А у нас, говорит, дома не так. У нас мама командует, а папа слушается. И у нас очень дружная семья. Да, говорит, зачем, говорит, это все нужно, если, говорит, у нас и так мир, все хорошо. Вот что мне было ответить? Я, значит, рот открыла и не знаю, что ответить. А потом мне как-то вот, как Господь, что ли, сказал, я говорю, так ведь это Богом заложено, что мужчина должен быть выше, а женщина ниже на ступеньку, там на две, даже на три, вот, смотря кто как. Но если мужчина будет выворачивать себя по-другому, он обязательно будет от этого страдать. Или он будет в пьянство удариться, или в глуд, или он будет болеть. Но все равно обязательно, раз это противоестественно, указанию Божию, обязательно будет что-то не так, ненормально. Она замолчала, девочка. Больше вопросов не было. Ну и все же это тогда неправильно же, это постановка. Я говорю о христианских семьях. Если я, допустим, я хозяин, она мне много не накомандует. Сорок с лишним лет идет борьба. Горбачева, когда, Горбачева, когда спрашивает, спрашивает, а что у вас, строительство это было, Максимовы, это не ладно-то. До сих пор. Все какие-то, маловато было. Какие? Он очень просто говорил, борьба за власть. Борьба за власть в семье Горбачева постоянно была. Она сказала, Миша где-то, а он стоял на своем. И поэтому все время, это все знали, все окружения. А то теперь идет там за руку, взял. А то легко все это составить. По-настоящему, если чтобы кроткая жена была, а мужчина такой властный, крепкий, и жена его боялась. Как Исидор говорит, чем, говорит, мужчина обращается строже с женой, тем крепче она привязана к нему. Это истина так. Но, а если она не покорила ее? Там все время будет в них. Там все вот так. А если теперь ей покориться, все. Ну, я-то покорился, потому что я верующий, вижу, что ничего нельзя сделать. Этого нельзя делать, но покорился. А она теперь расправила плечи, теперь она все. Она активная, будет делать все. Но, только не под счету указкой. Она атаман. Ей только не хватает ногам и кожанку. Надежда Васильевна, это вот правильно. Он говорит, это все правильно. Вы ничего не знаете. Надежда Васильевна, я вот и свое, я знаю по своей жизни. У вас такого нет. На варе шапка говорит. У нас... Он послушает. Такого нету. Это у вас такого не было. Это у вас такого нету. Как ты послушает, какой нет. Если только, маленько, вот что-нибудь я захочу сделать по-своему, он со мной не будет. Но иногда скажет, я тебе сказал последний раз. Ты уже услышь это слово, если последний раз. А если ты не услышала, в ухо получишь. Получишь тут же расчет и обрадуешься. А теперь я даже такая счастливая и довольная. Всю неделю только. Опять же, благодаря Сергею, Максиму Степаненко. Вы знаете, он прямо во мне много такой вот открыл. Вот сейчас люди на него поднимаются. Женщины поднялись. А сколько он мне... Я ему так благодарна. Сколько он мне открыл вот этим своим. Хотя он даже к себе это не относит. Что-то говорит, да я-то... Я что там сказал-то? Это пресса только это раздула. А я когда его прослушала, я целый день не могла себе места найти. Во мне вот эти грехи, они закипели, буквально закипели. Я думаю, Господи, помилуй, какая же я грешная. Я целый день переживала, я страдала, я снова плакала. Я переживала вновь то покаяние, которое у меня когда-то уже было. Оно ко мне вернулось. Это каждый день не бывает. Это бывает редко. И очень редко. И благодаря вот этому Максиму я пережила новое покаяние. И я рада. И опять, и снова же возвращаясь на те же пути, которые... И я думаю, да как хорошо, что мне такой муж достался. Слава тебе, Господи, какого ты мне мужа-то дал. Да он меня сегодня, то он-то исполнил свое повеление, которое Бог, он его не знает. Я ему об этом сколько уже говорю, он его не знает. Благодаря ему. Он меня каждый день подымал и подымал и подымал. И до сих пор меня подымает. А ведь я верующий, а он не верующий. А он меня тащит на себе. Он меня тащит, он прет меня изо всех сил. Дай Аминь. От Бога тебе мужа. От Бога. Я даже ему на этой неделе сказала, видишь, как я тебе благодарна. Он был очень расстроен. Он мне этого не понимает еще. Помоги ему, Господи, осознать это. Прошу ваших молитвов. Он часто принимает, вот я ему говорю, он даже... Он понимает иногда такие вещи, которые даже верующие не говорят. У него это внутри есть, он мужик. Образ Божий. Образ Божий. Еще можно? Да, пусто-пусто. Дело все в том, что если мы обратим внимание на Священное Писание, то там такой как-то перекос идет в одну сторону. И это все-все замечают, особенно новопришедшие, и всегда говорят, а что так вот в Библии Бог женщин-то не любит? А что не любит? А что там все вот о женщинах, о женщинах, о мужиках-то ничего? И так посмотришь в начале Ветхий Завет, и правда, если только ревность у мужчины закипела, про женщину ничего нету. Если ноги разбросила где-то, то женщина про мужика не написано, что он там где-то раком стоит. Почему это такое все? Откуда это берется? А потому что женщина, она имеет самую подлую натуру от сатаны. Это точно. Она знает, как взять своего мужика, за какой хоботок, и как его привезти в стойло. Часто Игнатий Игнатьевич говорит, ночная кукушка перекупует 150 тысяч миллионов дневных от себя добавлен. А может быть, фикселяр даже. Почему? Да потому что вот как раз это природное ведется. И разговор идет именно о верующих людях в Библии. Не о каких-то там безбожниках, о которых там что вести речь, понятно? Под дневом Божиим находится. А именно о верующих идет речь, о евреях. И так там женщины поступали. И мне вот мы с Шановой беседуем, она говорит, ну а вот посмотри, какие там евреи были. И вот там блудницы, там глядя эти, все. Ну как раз об этом была у нас беседа. Гляди, вот проходит мимо благочестивый Иудей, старый уже Иуда. Проходит мимо, сидит около стены женщина. Ну сейчас-то старик уже там, все. Прошел да прошел. Он обратил внимание и говорит своему, гляди-ка, позоричная женщина сидит здесь, блудница-то. А хорошая, видать, так под очертаниями. Что-то хочу я вот с ней переспать. Вот это да. Вот это патриархи. А Фомарь-то вообще его невестка. Дочка оказывается. Вот это сделали. И почему, и откуда, и кто. И она придумала. Дальше. Авраам ждет, не дождется обетование Божьего. Тяжело Аврааму. Уж как Аврааму было тяжело, никто не знает. Никто. Потому что он напрямую с Господом, Господь с ним беседует. И вдруг жена подходит. Сара. Ну что, я вот не могу родить. Ну как не можешь? Господь сказал обетование. Ладно, подожди ты. Не могу я родить. Ну видишь, не рожаю. Сейчас же нету. Ну нету, тут что скажешь. Я вот придумала. Давай вот тебе, я дам наложницу, и от нее рожу на коленочке. Кто придумал-то? Мужик что ли? Авраам опешил. Как так? У меня такое впечатление, как будто сатана стоит из-за печки. Я тут ни причем. Я это тоже, женщина, только могла такое придумать. Как этот, на печь, на свечке-то яйцо. И вот начинаем Библию вспоминать. И вот начнем вспоминать. Один какой-то смех от женщины идет. И дальше, как написано в притчах? Благословение отцов написано. Созиждут дом, а проклятие матери разрушит до основания. До основания. И опять же, а почему не про отца не сказано? И дальше, и говорит он как? Сын мой, нету нигде дочь моя. Сын мой. Ну и про дочей кое-что есть. Но в основном-то он все. Сын мой, обратись. Как ожерелье на шею, нанизай себе эту премудрость. И начинает рассказывать. Начинает о чем? О женщинах блудливых, шумных. Муж уехал. Так без мужа может? Так муж уехал. Кошелек денег оставил. Я все тут за навесочками убрала. Вот раскинулась уже, вижу. Про парня ничего не написано. Почему? Женщины, вот вы прежде чем вот это вот глазами водить здесь, когда вот разговор идет. Надежда Васильевна. Вот такие вот глаза. Вы почитайте слово Божье-то. Вы уже давно не читали, я вижу. Посмотрите, про женщин ничего написано Богом. Я каждый день слушаю, начинаю. Не надо сильно будет вам дано слово. Нужно читать. Я слушаю, я не читаю. Вот говорят, лот, как лот с дочерями? А кто его на это подбил-то? Почему не говорят? Кто напоил? Заранее заговор. И заранее знали, что надо забеременеть, чтобы продолжалось. Там у них план был, и план был выполнен. Откуда они его взяли, в общем не было. Но когда Павел доказывает, что жена не должна властвовать над мужем, почему? Ибо не Адам, но Ева, прелестившись с Павла в преступление. Ничего себе. За сотню родов хватил туда. А при чем тут Ева-то? Любая женщина может сказать, прекратить. Сказано на этом все, в тебе Евина есть. Женщину исследовать со всех сторон. А почему при мужа не сказано? Да потому, что он дурак. И о нем так и сказано. И пошел, как волну убой. Когда она обняла, целовала. А я сквозь решетку в сумерки, в вечернее время, он сидел и смотрел. В вечернее время тоже что-то не спалось. Как олень, говорит, идет на выстрел. И стрела, говорит, пронзает и вылетает с той стороны желчью сверкая. Печень. Все прямо рассказано как. И это правда. Горечь страшная после этого поражения. А он-то что думал-то? Ну, конечно. Она красивая Версавия. А что она купалась-то перед ним? Не можем было посмотреть, где смотрят. А он прогуливается. Страна на войне находится все. А он прогуливается. Десять жен отдыхают от него день. И днем увидал. Такой у него нету. Ну-ка привезти. Волча приходит. А дальше вы знаете, какая разворачивается история. Сколько он потерпит. Трагедия. Двойной смертный грех сделает. Потеряет дом. Потеряет сыновей. Изнасилована родная дочь братом будет. Это все заключалось в этом. Не пободрствовало. Написано, перила дожи быть на кровле. Видимо сломал перила, смотрел и вниз головой шарахнулся. И получилось что-то получилось. Но судить-то нам не дано. Только будь осторожен. Написано, не оставайся с певицей наедине. Певица. Певичка какая-то. А вот она как раз и пресит. Голос у ней какой. Ну, да мягкий, да бархатый. Наверное, как тело твое такое же. А дальше все. Поймай. Ума на 25% меньше. Наглости на 105% больше. Ну, еще дальше. Поэтому можно... Я закончу. Поэтому в Библии написано обращение к братьям. Обращение к братьям. Я это представляю как к армию. Вот костяк армии. Вот мы берем, допустим, войну последнюю. Это вот бронетанковые войска. Бронетанковые. Их мало. За каждым танком, говорят, в конце войны у немцев было специальное отделение с пушками, с тремя противотанками, которые за своими штурмовыми орудиями и танками следили. Чтобы где там... Кто не успел быстрее в этот танк стрельнуть. Вот до такой степени вот так нужно сестрам хранить своих братьев. Вот так братьям нужно хранить священство. У меня так представляется. Вот как относиться ко всему. И ни в коем случае никаких склок не затевать. Если брат говорит что-то по священному писанию, рассмотреть это все и поставить ему на вид, если он ересь говорит. У нас, брат, есть один. Он иногда такое загнет, что аж перегнет. Ну, раз, прочитали, он сразу похоянный такой. Братья, они такие есть. Нам деваться никуда просто. Игнатия Тихоновича, вы уж не поймайте на этом. А у нас иногда бывает что-нибудь. Перепутаем. Божий даст с яичницей. Надежда Симовна, вам слово. Нет, о чем я говорю. Ну, вы хотели говорить, говорите, пожалуйста. Я бы все говорить не буду. Он сам сказал. Ну, ладно, все, начинаем. Алисия Апатиленко, вам слово. Значит, смотрите, еще что. Вот женщина впала в грех, ну, допустим, не девушка. Ну, и сидит одна дома. Закон уже работать, убивать ее уже. Если раньше была она не девушка, приведите к двери, к воротам отца и убейте ее. Если это дочь священника, строже жить живем. Это закон был такой. У мусульман он по сегодняшний день действует. А что для... А сегодня же этого нет. Сегодня нет. Она вообще не действует по сегодняшний день. Если после крещения он впал в подобный грех, кандидатура со священства, это самое главное должность на земле, снимается. Вот и все. А если он впал в грех, снимается должность с него. А если его посадили, или как-то жена изменила, он не имеет права с ней жить. А я люблю ее. Люби ее, но только сам снимается. Заметь, сколько терпит мужской рот, и священников и так мало, через женскую неверность. Он рубится со всех сторон. А люди сегодня об этом не рассуждают. Почему? Она рушает, какая бы она ни была. Каноны попраны. Каноны очень четко показывали. А поэтому они то и делают. Сейчас вот идет разговор. Какой-то там ермонах оставил, размонашился, женился, ну и перешел в другое место. А там на него там и в защиту его выступил Кураев. Он говорит, по крайней мере, он не лицемер. Он открыт, раз недостойный. Что? А я говорю, зачем ты принимал-то? Это обет-то. Бог нигде не заповедовал этого дела. Талант, талант жить с женой. И талант быть одному, ну выше тот, кто когда один. Но у него-то на это нет таланта. Он принял меня, думал, а разве можно размонашиться? Нельзя, но где-то с 1800-х, где-то 20-х годов, кажется, подальше маленько. Александр Первый-то, особое постановление, что его официально могут размонашить. Естественно, сам с него снимается. Дальше. Где он будет ему работы не давать, там, в вашем деле. И очень серьезное дело. Он многое терпел этот мужик. Но, однако, так полюбился, что шли на это. Красиво, красиво. Еще можно? Еще я тут забыл сказать, что тоже по Священному Писанию. Вот как о воде мы ничего не знаем, а откуда она появилась. Вообще раз и вода уже, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. То есть Господь и воду сотворил тоже. Значит, это никакой не пар был, ничего, вода была. И там начинают ученые размышлять, думать, а теперь как это вставить куда? То они придумали, молекула все разорвалась в виде пара, а куда воду вставлять? И теперь говорят, вода необыкновенная субстанция, откуда она взялась? Что это? Теперь говорят, колыбель жизни, ну и так далее. И вот я вот сейчас через, как говорится, из-за печки выполз к этому вопросу. Также и вопрос о женской нечистоте. Откуда она взялась? Ну что, мужчина ходит, ничего не капает. Женщина же, как определенный день наступает, называется женская нечистота. Определенная женщинами. Почтовое отделение. Посылка в Томск, митрополиту Ростиславу, отцу Сергию Дудину и Максиму Степаненко отправили. Все? Да, три экземпляра по семь книг за почтовый перевод заплатили тысячу рублей. Мне главное, вот эти деньги сейчас надо с кассы где-то взять или как? Да, уже иди. А остальное это я... Теперь говорится дальше в Слове Божьем. И теперь, когда наступают эти дни очищения, хотел сказать, нечистоты женской, она говорит, дома должна сидеть, чтобы нигде не ходить. Почему? Где она наступила, там нечисто. Освещаться надо, если пересек. И вот они теперь сидят, женщины. Для чего это было? Да ну опять же. И не написано нигде для чего. Но догадаться-то, если мы все читаем, можно. О чем? То есть, женщине, ее победа, как говорится в одном месте Священного Писания, сидеть спокойно. Сидеть и... Ну, а как? Да я хочу, я такая боевая, я там бизнес-леди. Ну и что можно про тебя сказать? Бизнес-леди, ты же не мужчина. Ты все равно женщина. А раз женщина, все, что есть в Священном Писании, возьми, как сегодня в проповеди говорилось, кто избранный, это тот, кто любит Священное Писание, любит его читать, любит его рассматривать, изучать любит. Изучать. Ну изучайте. Ну ладно, там вам уже 780 лет уже, ну, уже, говорится, бес этот в ребре. Ну все равно надо изучать, стараться. Глядишь, Господь тебе в последний твой день покаяния, ты поймешь все и искренне покаешься, по Слову Божьему. Так, пошли дальше. Восьмое и девятое стихи. Аристина Патериевна что-то хотела сказать, дадим ей слово. Я хотела сказать, вот некоторые женщины, вроде бы верующие, обращаются к психологу. Ага, вот это да. И что? И так, так, так. Ну и, я хотела, да, да, я хотела об этом вот порассуждать. Верующие женщины обращаются к психологу. Вопрос. По поводу... Кому вопрос-то? По поводу... По поводу... К вам. Ну все. Семьи. Как жить в семье? Не вредить в семье. Что такое психолог? От слова психея, душа. То есть он как бы душепопечитель твой должен тебя разобраться. Вот психологи работают, где люди попали при взрыве, везде психологи. С женами тех, которые в Курске погибли. Ну а могут ли они, неверующие? Не могут. А они душу, во-первых, не признают. И поэтому в глубины души не пройдут. А кто это может сделать? Это человек, который верующий. И пойти туда... Они не могут в плотских вещах даже судить. Они правильно судить не могут. Неужели нет ни одного разумного среди вас, чтобы рассудить? Павел говорит, идете к неверным. Судитесь. И она идет к нему, спрашивает совета, когда она в вопросе душеполезном совершенно слепая. У нее нет зрения. Глаза закрыты, затянуты. Просто нет зрения. И зачем она идет? Это говорит о том, что нет братства, нет доверия, нет священника. Идти надо к священнику, к знающему это. Пойдите, покажите священнику. И он определит твою проказу. Ну даже знающий быть. А если не знающий, ну найди знающего. Я хотел вопрос попутно задать. Это не от Бога. Что такое миква? Подними руку, кто знает? Ты все знаешь. Помолчи, посиди. Так, кто знает, что такое миква? Вот так. Эх вы. Как мальчишка со школы-то вернулся. Сидите дома, ничего не знаете. Как писька называется. А он в один день в класс сходил и пришел домой. И нахрен был кончик. Это ощущение женщины в Израиле, которое должно подтвердиться официальным документом. Женщина должна заявить у меня местечное. И она должна пойти в определенное место, через сколько-то дней. И она должна там теперь в бассейне мыться. Другие говорят, там уже сколько до меня мылись. Ну, надо как-то, может, по-другому придумать. Это называется миква в Израиле. Вот сколько же женщин, и у скольких женщин нечистота месячная, и все официально зафиксировано. Значит, можно это сделать. А то ничего нельзя сделать. А потери девственности. Мусульмане два миллиарда, и знают все до единого. Как это так? Ах, значит, на это направлено. Если бы сегодня в церкви священники стали, чтобы этого «Б» не было в церкви, они бы пустые остались в храме. Там никого некого было бы. Я еще раз говорю, это пророческий глаз прозвучал. Очистительный. А они за это дело уцепились и показали, что их это касается. Меня не касается, я не буду ратовать за это слово. Жену не касается она не будет. Да только делов назвали. Назвали-то не нас. Воюют и требуют сейчас они, чтобы по-нашему было. Чтобы Ростислав Митрополит принес раскаяние. Это вы их запустили туда. У нас они требовать не будут. Почему? У нас таких нету. Нету. А у них это сплошь. Она живет блудница, она исповедуется, и ни одну по канонам не отнущает. Ни одну. Ни за аборты, ни за что. А за аборты, за все это в среднем так взять. И за прелюбодяние 10 лет. Это среднее. Там 12 до 7 колеблется. Кого отлучили? За последние, ну скажем, тысячу лет. Не знаю. Но во всяком случае, в Русской Православной Церкви этого не было. С женами обращались беспощадно. Монастырь заточить. А этого не надо делать. Не надо сажать, это пусть и рает. А нужно только с себя начать. Мне сегодня один, как раз этот Сергий, парализованный иконописец, и говорит, я вот Игнатий Тихонович вчера тут думал, и вот этот Невзоров-то, Александр-то Глебович-то. Я люблю, говорит, фильм о Гулливер. Он Гулливер. А вокруг него это башкара, который есть. И теперь-то его связывают, он все разрывает. А я говорю, лучше пойти к нему, избранные такие крепкие бессионеры, и чтобы он насчитал, засняли, какие у него претензии к церкви. Он лучше видит, чем вы видите. И начать исправляться. А они его гвоздают, указания дали. Где Невзоров участвует в передачах, священники, вставайте и уходите. Но они, правда, устали и пошли. А в интернете, вот смотри, какая энергетика у Невзоров-то. Это черный демон, рясники. Побежали все. У него святая энергия. Они все выбежали. Они не знают, что делать. Я буквально не нахожу места, где вы правильно поступили. Такие, как Степаненко, он один раз в сто лет может выходит, как у старобрядцев. Епископ Михаил, канадский Семенов. Они его зажали, задавили, а он из православных, из синодальной пришел туда. Поставили епископом канадским. Они его задушили буквально. Где-то был избитый, и так и помер. Потом выстает Дурасов, отец Семенов. Я не знаю, в какой, в 11 томе, у меня кажется, там его письмо написал. Они его полностью сожрали. Все, его нет. Ровно через сто лет восстал человек. Мы даже не понимаем уникальности, что он сделал. Он сам не понимает. Не понимает. Ну, да что ж все не понимают? Я его понял сразу. Только прослушал, наконец-то, Господи. Вот Игорь говорит, он не обличил. Ну, мы не знаем, не обличил. Трудно это, я знаю, намного труднее против церковных властей там. Но его-то, церковник, он показал. Даже он нигде их не тронул, они его сшибают, перемалывают его, кости ему. А если бы тронул, да даже сказать страшно, что. Зарезали бы, наверное. В кадильнице большой сожгли. За него только молиться надо. Мне это понятно. Это герой нашего времени. И мое мнение никак не меняется. Что интересно, даже по внешности, Игорь увидел, у него разъелась такая ряжка, а я вижу наоборот. Интеллигентный его вид какой. И он, да, сразу в интернете выступил. Я говорю, одно не нравится галстук. И он в интернете выступил, все, галстук больше не надеваю. А борода на снимке, которые я закупляю, сейчас в два раза длиннее. Ну, это решительность такое говорит о многом. Он сразу снял. Еще бы. Почему я увидел, а ты не увидел. Это главное качество у человека, у крестьянина должно быть. Готовность следовать за Христом. Его готовность. Его готовность прислушать. И он меня не знает. И только один раз услышал, и сразу все принял. Вот в чем дело. Он у меня здесь соединился со мной. Я молюсь сколько раз, и обязательно минимум я его 9 раз в сутки поминаю перед Богом. Благослови его и Сергия Дудина. У нас трудно с квартирами у нашего брата, у Гавриила, и у Сергия Дудина, чтобы Бог дал им хорошее жилище. А как, я не знаю. Айтина Петерина, на ваш вопрос еще раз хочу вернуться, это важно, потому что это может быть и среди наших братьев и сестер такое обращение к психологам. Если наши обращаются к таковым психотерапевтам, психологам, которые только претендуют, что они душеведы какие-то, а они не признают душу и называют себя психологами. То есть людьми, познающими или знающими душу. Нонсенс изначально. Поэтому, если таковые есть среди нас, то это нужно ставить вопрос, а есть ли вера вообще тогда? Потому что человек верующий, он будет черпать ответ только в Священном Писании, у святых отцов, а не у психологов. Так, Алифтина, ты задала вопрос. Мне кажется, среди нас такой человек временный. Если он есть, то он обязательно уйдет. Ему будет непереносимо тяжело. При таких ответах. У нас была одна такая, она говорила против десятины. Все, она не согласилась, она сразу ушла. Так воровкой осталась. Надо помолиться о тех людях, которые так поступают, чтобы Господь сохранил их, чтобы не вышли они из нашей общины. Не потому, что община наша такая вот уникальная, а потому, что здесь можно черпать знания, которые ведут к спасению в Царстве Небесном. Не мы таковые, а просто знание дается нам Богом. И слава Богу за это. Восьмой, девятый стихи. Безбрачным же и вдовом говорю. Хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Толкование. Видишь ли мудрость Павла, как он и превосходство, девство показывает, и в то же время не принуждает к воздержанию от супружества того, кто не в силах воздерживаться, дабы в противном случае не подвергся он более тяжкому падению. Если, говорит, ты испытываешь большое насилие и воспламенение, ибо власть похоти сильна, скобка, ибо власть похоти сильна, то освободи себя от тех трудов и потов, дабы, взявшись за них, не подпасть горшему злу. Я вспоминаю к этой ситуации певца Петра. Петра, да. Сын Василия, да? Да, Толстенко. Который взял монашество, он же вроде как, да? А потом... В Барнауле был. Он у меня когда-то был в лагере. Такой своедоравный парень, но видный, прямо из себя, большого роста. Просто такой, понимаешь. Голос. Я его даже из лагеря вызвал однажды. И вот он полюбил девчонку здесь, в Покровском соборе. А она, прям, я ее видел, ну, чернявенька там, такая пиколица. Но он полюбил ее. И она, возьми, откажи ему. То ли она чувствовала, какой характер им. Он еще не вздумал, как отомстить ей. А как отомстить? Принял монашество. А у него, у дяди, десять детей. Десять детей законных, да, может, десять незаконных. Баптист. Одновременно, от трех женщин на два возраста. Член баптистской общины. Вот. Ну, это имеет значение. Какая природа где-то-то. Ну, и все. А он тут еще устроил разнос. Над ним стали смеяться, что-то там. О, теперь ты уже епископ. Может, ручку надо поцеловать. В алтаре-то. А он с кадилом, где-то? Ну, развернулся, как я этим. Благословил кадилом. Вот, а угли по всему алтарю. Ну, а кого его тронешь-то такого? Он из себя. Он как пел, так вот это много свящей, по Никодилу вызывает. Оно, кажется, аж тряслось. Голосно. Он все оставил. Видели, как он пел где-то там в метро. Потом закончил, говорит, в консерваторию. И на самые сложные арии, там, Бородина, князя Игоря поет. Его белорусский театр, когда получили, говорит, у нас наконец-то настоящий бас появился. Загрядите. Толстенко, Петр, и больше ничего не надо. В гугл. И вы его найдете, он там на сцене идет, поет. Я с ним встречаюсь в прошлом году. Он ко мне перед этим приехал в Потеряевку, пел еще «Гори, гори, моя звезда». И он говорит, ну что делать? Полюбил девушку, она мне сам. Я против того, что принял. Но ты уже принял. Ты принял ее не от человека, а от Бога. Обещание. Придется скрипеть. Но он не стал скрипеть, женился. Или совета. Как она живет, не знаю. В прошлом году мы встречались не на квартире, а в доме. А его отца, он даже слушать еще не хочет. Я не верю никакого Бога, ничего нет. Полностью все потерялся. Вот и все. А когда у него, видать, это случилось принять, а он там начал, раз на другой, Антоний меня спрашивает в еписках. Мы как-то так встречались. Он говорит, ну как же так, говорю, я его постриг. Я говорю, а почему ты меня-то не спросил? Ты видел, что этот человек близкий к нам, встречаемся, выходим из храма. Он никого не боялся. Зачем же ты его постригал-то? Ну парень 20 лет, куда ты его загнал такого? Ему не одна нужна жена. Ну и все, погубленная душа. Ведь это не сегодня все началось. Все вот эти примеры, которые я говорю, они должны как-то усвоиться. Почему случилось? Найти самый корень. Не было бы этого монашества, его бы никто не принуждал. Ну не эта девушка, поговорили бы, сказали, смотри, там хорошая у нас хору есть, ну есть же девчата где-то. За такого парня любая пошла бы. Он очень видный, как говорят, импозантный. А Надежда Васильевна еще так хочешь сказать? Да, Надежда Васильевна. Когда он перед тем, как принять монашество, он ко мне многократно подходил и говорит, Надежда Васильевна, найдите мне невесту, мне скоро или, сказал он мне, или монашество принимать, или жениться, мне рукополагать будет, дьяконом хочет быть. Я говорю, да где же я тебе найду невесту такую, о которой ты говоришь он полюбил, и она отказала, это мать здесь в ней. Это подробно, Селина, дело в том, что он сам по себе Гожи был у священника. Да не я, там голосище такое-то. И он, когда начал выступать, и такие престижные международные премии, я читал про него, там у них тоже конкурсы идут, он первым делом отблагодарил меня, почтой прислал деньги. Хотя сам там с квартирой были вопросы такие-то, но когда я начинал восходить, он мне говорил, так, Игнатий Тихонович, как только я поднимусь, деньги будут, я сразу вам помогу. И он выполнил это. Конечно, не мне я опустил на книги, мне Бог дает с неба, буквально с неба. Люди этого не понимают, вот сейчас меня буквально трясут. Кто спонсирует его, узнать, где это, источники. Ну, я у Бога прошу, и Бог опускает. Вот строит храм, денег-то нету, и они два брата, ну, где денег-то взять, ну, это же мы затеяли, фундамент не можем сделать. И вдруг смотрят, стоит конь, а конь вороной ногами перебирает, пляшет, и большие баулы перекинуты через седло, а чей-то конь, никто не знает. К вечеру конь стоит, не напоенный, не окормлен. Ну, да давай подойдем, посмотрим. Подошли, развязали, золото. Переметные суммы, полное золото. А они ни один храм построили. Считайте, житей Анны Новгородского. Это конкретно. Бог делает так. Откуда, и откуда я это знаю-то? Ну, он только подумал, сидел, хорошо бы в Иерусалиме побывать далеко, Ну, как это так-то? Молен, молится и задумался. Слышит, руководник трясется. Он подошел, это что здесь такое? И он закрыл его там, а демон залез туда, черт, и руководником грибет. Он запечатал, вылезти не может, и вода превратилась, видимо, в лаву огненную. Он орет, визжит, выпусти меня отсюда. Он говорит, выпусти, если Иерусалим свозишь. Хорошо. Вышел колен, горбунок стоит перед кельей, он верхом на него, и все, уже Иерусалим только метнулся, подходит к Иерусалимскому храму, ворота распахнулись, он зашел, помолился, опять на него верхом, и опять о колокелье-то. Бес лопается о злости. Но смотри, если кто узнает, что ты так сделаешь, я тебе покажу. Так он не сказал, а просто однажды говорил, проповедь, и говорит, я знаю одного человека, тут вера нужна большая. Он демона запечатал, говорит, в руководнике-то. Иерусалим слетал-то. А он-то слышал это дело. Ну подожди. Вот к нему монахи приходят, он то бусы бросит там, то от педикюра там ноготь отскочил. То гребень. Да, и он не знает, ну монахи-то имеют что. Потом решили все вместе пойти к Иоану и сказать. Ну не годится так-то. Идут, а она вот там раскудлатая, выскочила, и с кельи-то, и за келью. Монахи за ним, а как он провалил, а теперь давай не осталось. Они зашли, так ты такой, да я не разговариваю, схватили его, убить-то не убили. Плод и по течению. Да, плод поплыл против течения, пошел кверху, как они взорвали. Владимир Владимирович, камень, камень, а не плод. Камень привязали к шее и бросили. Нет, нет, а камень всплыл. Нет, плод, 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 это ты о другом говоришь. о другом, да. И о монахе-то, глаза-то открылись, это что же мы наделали? Ну против плод, ни один листик против, они по берегу, бегут, да прости, Иоаня, Иоаня, Иоаня. Пошли вы. И он выплыл, куда ему надо. Реки, чечения, все Бог поворачивает. Откуда эти деньги? Вот у меня точно такая же история. Только по другим видам еще. Почему? Вот вчера звонит, который это, позавчера. Я говорю, я беру только от тех, которые верят ровно на 100%, можешь с присыпкой, что я ни одного рубля ни проем, ни пропью, ни проблужу, ни проезжу по своей прихоти. Да я это знаю. Ну тогда для Бога дело не для меня. Люди этого не понимают. Как этот говорил, Григорий Нискин, что они верят только в то, что могут сами сотворить. Вот просто я верю и все. Вот я сказал, нам нужно будет два с половиной мешка сухарей. Сушить, а если не будете сушить, будут у нас сухари. Ну не завтра же. Сухари тогда сушат. Принесем вам суховей. Сухари будут. Хороших. Хороших. Еще раз. Освободи себя от тех трудов и потов, дабы взявшись за них не подпасть горшему злу. Это оттолкование церкви Болгарского. Последние слова его. О чем сейчас мы слышали из Устыгнать Тихоновича пример живущего ныне человека. Который взявся и подпал еще большему большему злу. Уж куда больше зло, чем потерять веру. Вот Андрей Кураев выступил против этого НТО. Какой он? Фамилия-то его Царионов. Царионов. Вот который там в театр заскочили, там прекратили. И у него там схватка с Андреем Кураем. Но Андрей Кураев его по полной катушке. Теперь он напал Андрей Кураев почти первый на вот этого Максима. Но у меня никакого чувства против Андрея нет. Я по-прежнему к нему со всем расположением по-прежнему также молюсь. В словах Андрея я увидел не то, что люди увидели. Кстати, на этих Писерев помиловал этот самый. А кто выпустили? Амнистия. Амнистия. А обоих выпустили? А обоих? А колокольников выпустили? Их не надо было пальцем трогать. Я говорил об этом. Они совершенно неверное решение делают. Не в молительном состоянии. А тут Жириновский выступал и говорит, зачем, говорит, их вообще посадили? Они же, говорит, там пели. Они же, говорит, на церковь нападали этот, который интервьюер-то. Он говорит, а что на церковь нападали? Ну, пели они там что-то. Это, ну, там слова, говорит, там такие. Это почему же священники на таких машинах ездят шикарных, а народу там нищен. Пели они. Пресвятая Богородница, прогони Путина. Они, говорит, мы вернули, чтобы допить куплеты последние. Они не допели их, оказывается. Так, следующий стих, десятый. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться сможем. Жене? А она как все, развожусь, к мамке ухожу. И она этим играет постоянно. Постоянно. К мамке. Постоянно. Толкование. Поскольку Господь в ясных словах дал закон не разводиться, разве только по причине прерубодеяния Матфея 5, 32, то апостол говорит не я, но Господь. Дальше. Прежде, прежде же сказанное не было буквально узаконено Господом. Впрочем, и слова Павлова и суть слова Господни. Они человеческие. Ибо ниже он так говорит о себе. Думаю, и я имею Духа Божия. Дальше. В церковом стихе этой же главы. Вот как женщину сохраняют. Вот сами мусульмане. Вот здесь обязательно мини-бики, там что угодно она женщина ходит в чем. А у них она в мешке сидит с головы до ног. Паранжа. Так придумали купаться специальная материя, которая пропитывает. И она купается в водолазном костюме, считай. Но сделали отдельный пляж, платят деньги, и там они уже ходят как мужчинам нигде, ни откуда чтобы не было видно ничего. То есть они все время работают. Они талантливы в этом вопросе. А здесь не как, на произвол. Куда она идет? Одна, что молодая мусульманка шла, ты никогда ее не увидишь. Никогда. Наши жили во Фронзе и ни разу не видели. Минимум шесть. Выскакивают они чик-чик-чик-чик-чик-чик. Следующий думал, куда кому-то опять заскочили, никого нигде нет. Я видел такие в Нью-Йорке. Ну, там, конечно, не казашкам, а какие-то. Я-то из машины увидал, говорю, как одеты, как. А ты знаешь, что такое? Это еврейские девчонки. Они табунком, как воробушки. Выскочили, одеты какой-то в форму, они такие, прям видно, что и спирь каждая. И опять заскочили, и где нет. Они их берегут. А это стоит, голосует, вечером в темноте, куда везут? На Мологинское кладбище отвезли. Садится в машину три мужика и все с юга. И она с ними поехала. Ну, ты даже даже казнь такую бы придумали, ты бы не пошла на это. Сказала бы, отрежь голову, не сяду. Надо учиться нам, учиться у всех. Что, скромный? Сергей Павел, скромный. Вот сейчас прочитали, что кроме вины прелюбодеяния нельзя разводиться. А я читал, что в церкви еще есть одна вина, по которой разводиться можно. Это угроза жизни одному из супругов. Вот хотелось бы комментарий по этому вопросу. Ну и где ты нашел это? Где в Священном Писании говорится или где? Где читал-то? Скажи нам тайну. Какой-то духовный литерат. Это любой скажет, только она не угрожала. Или он ей угрожал. Или что такое угроза жизни? Есть такое, что если она сдурела, в дурдоме сидит не меньше пяти лет, и ямы врачей выносят признак безнадежно, или там растительный образ жизни ведет, тогда разрешалось ему. Но тут я не знаю. Я с этим встречалась. Вот этот вопрос его отвечает, по-моему, у Даниила Сысоева. Когда задавали ему этот же вопрос, он говорит, что да, если это имеет угрозу для жизни, например, он алкоголик и неисправимый, или наркоман, и что последствия такое, что это представляет опасность для твоей жизни, вот в таком случае. смысл тот, что она не должна считать себя, что она не замужем. Да, это так есть. Вот она когда сейчас объяснила, я вспоминаю. Одно дело, она просто так и формально, она не живет с ним, но она остается его супругой. Она остается до смерти, это Ян Златоус об этом говорит. Он своим поступком показал, что она ему не жена, он ее терзает, как хлеб влаговище свою добычу. Вот об этом. Вот об этом. Но она остается замужняя женщина, которая бежала не должна. Я не знаю, я даже не помню дальнейшему, что может, может, что если представляет опасность для жизни. Ну понятно, но это же она должна спасать свою жизнь, потому что разводиться и спасать свою жизнь разные вещи. Дальше один за что ответили тебе на вопрос? Ну я так и предполагал, но там считается, что вроде как от голоса церкви, я тоже по-моему Мусусоева читал, что разрешен развод, если угроза жизни наркоманов. А как стих, что Господь сочетал, то люди не изучают. Да я сочетаю. Ну о чем тогда? Мы будем все-таки придерживаться священного писания. Господь сказал не разводиться. А если не сочетал? Опять же делаю поправку на нашу церковь православную, русскую православную, о которой вот уже и Максим вот это вслух-то сказалось, на букву называет. Ну в этом случае может быть и такие же вот и разрешают разводы. Ну вообще вот я слышала. по жестокосердию вашему типа там все решается. Дальше. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Вот и все. Вот вам и ответ. Или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Любить. Толкование. Не прогонять. Но своими действиями, избиением ее, он как раз показал, что он не муж, зверь лютый. И она бежала от него. Это я готов с об этом. Толкование. Разводы, говорит, бывают из любви к воздержанию или по малодушию или по другим причинам. Но лучше, если бы вовсе не было разделения. Если же оно и последует, то жена должна оставаться при муже. Если не для соития, то для того, чтобы не привести никакого другого. Если же она не сможет воздержаться, то пусть примириться с мужем. Христос сказал, кроме вины любодеяния. Василий Левики поясняет, муж изменил. Но и тогда мы женщине пришедшей не даем совета разводиться. Перетерпи. Ты не пожалеешь об этом. Вот и все. Теперь, когда она разведется, а он сженился на другое, да по какой-то причине. А теперь между собой они говорят, она себя казнит. Дура была такая. Вот понимаешь, нет, да женщина тоже по-своему. Вот она говорит, я вчера бы, если его ушла, я бы сказала, я ушла от него, но я терпела его. Я пришел домой, он как взял мне под заднюю, я упала, голову разбила. И всем надо теперь говорить, ну не могла я на день раньше уйти, теперь я бы этих слов не говорила, что он меня выкинул, а я его бросила. Знаешь, как это звучит-то? Это надо позади оставить. Это не имеет никакого значения. Ты венчаная, законный муж, и на том все. Теперь у нас женится бывает незаконный у ней муж, но она живет. Живет, как будто бы ничего не знает. Ее как раз и надо спрашивать, кого венчать-то, когда он неверующий-то? Не надо играть-то. А ты считаешь его замужа? Хотя это надо. Но она должна это зафиксировать, что она его считает замужа. На тот случай, что если разведется, уйдет, то она, чтобы не посягала выйти второй раз. У нас это было. У нас в общине это было. Я могу сказать, с кем заранее с них было это взято. Ты ее считаешь, с женой живешь? Нет. Мы развелись. Развелись неверующие, невенчанные. Ну, он женился здесь. Пускай Алеша живет. Да, Бог счастья. То есть, у нас в православии все расписано как должно. Как Господь поверил, так и должно быть тому. Но, к сожалению, примеров в нашей православной церкви можно привести, которые совершенно противоречат тому, что мы читаем. Пример, знаменитые наши певцы Филипп Киркоров и Алла Пугачева вечны. Но я услышал, вернее, увидел в интернете, что Филипп Киркоров ушел и очень обрадовался, когда узнал о том, что у Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились дети. Суррогат на Матери. Да. То, что там как бы мир между ними. Но какой-то мир, одночем он основан-то. И где оно, это Вечание, и где это Единое Плоте, и прочее. Ну, все все сорока сплошной. Даже противные ничего не было вообще. Одна. У вас забыл второго? Да. Да, еще восемь. Следующий стих. Двенадцатый и тринадцатый вместе. Впрочем же я говорю, а не Господь. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Толкование. Что ты говоришь? Если муж неверующий, то пусть останется с женой, а если блудник, то не должен оставаться с нею. Вопрос. То не должен оставаться с нею. Но неверие хуже блудодеяния. Неверие хуже блудодеяния. Точно хуже. Но Бог взыскивает более за грехи против ближних, чем против себя. Ибо сказано, оставь там дар твой преджертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. Матфея 5. Матфея 5.24. И 10 тысяч талантов ему должных он простил, но за того, кто должен был 100 динариев. Он не оставил обиды без отмщения. Матфея 18.34. Так и в настоящем случае. Грех неверия, который оскорбляет самого Бога, он оставляет без внимания. Но грех прелюбодеяния наказывает, как грех против жены. Некоторые, впрочем, так объясняют. Человек, говорят, остается в неверии по неведению, которое, может быть, и кончится, как и сам апостол в 16 стихе говорит «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? А блудеяние совершается в средстве явного разращения. Кроме того, блудник уже сам прежде отделил себя, ибо отняв свои члены у жены, сделал их членами блудницы. Между тем, как неверный не сделал никакого греха против плотского единения, или лучше сказать, через это единение он может быть соединиться и поверим. Не говорю уже о том, что и порядок жизни извратится, и Евангелие подвергнется поношению, если верная половина отделится от неверной. Между тем, рассматривая заповедь апостола, относи к тому только случаю, если муж и жена соединились с браком, когда еще оба находились в неверии, но после та или другая страна обратилась к вере. Ибо если прежде только один муж был неверующим, или только одна жена, то верующей половине вовсе не позволяла вступать в брак с неверующей. Это видно из слов апостола, ибо не сказал он, если кто пожелает взять неверующую, но если какой брат имеет, точка, но если какой брат имеет, то есть уже имеет. Опять непросто предписывает жить верующей половине с неверующей, но только в том случае, если последнее, пожелает того, ибо это значит согласна, то есть есть, то есть если пожелает. Такое длинное толкование, но оно в принципе повторяется мысль одна и та же, коротко сказать. Ну и из своего опыта могу сказать, что действительно не по хворьбу себе, это сила Господня только, но сколько пришлось претерпеть в начале супружеской жизни после того, как я уже уверовал глубоко и ощутил это рождение свыше, заявил о том, что я хочу предженой о том, что я хочу стать верующим человеком, истинным христианином, сколько мне пришлось претерпеть, жена убегала и приходила и все это было, да, но было полное неприятие. сейчас я могу сказать за свидетельство о том, что насколько она стала, ну, один Бог только знает, насколько там все это, но, во всяком случае, внешне, и высказывания такие бывают, что я думаю, ты ли это говоришь, или кто другой говорит твоими устами, и в действиях, а как они готовятся, старообрядцы, к исповеди, ну, не знаю, я, во всяком случае, за все время так не готовился ни разу, там нужно, по-моему, пять раз прочитать по полтора часа это правило, потом причастные молитвы, то есть, они вот неделю или две недели они там читают это по несколько часов в день, да, потом они пошли на исповедь, исповедовались, приходят они после исповеди уже поздно, ну, служба заканчивается в восемь часов, а там приходят в девять часов, потом они еще должны прочитать это часы как ко причастию, да, и они встают еще ночью, и вот уже рано утром они к самой первой службе уже едут и все там исповедуется, и все это строго выполняется, вот и доча, и жена, они строжайшим образом все это исполняют, я думаю, неужели все они так вот, там такие вот ревностные, старообрядцы, у меня такая возвращается в глазах моих, и даже в общинах, через мою жену, то есть вот Господь сделал действительно чудо, потому что ну это было полное неприятие, полное противление, и когда Игнат Тихонович, мы бы, был застоль, а был, это, крещение было, 19 января, Никита, да, Никита родился только, и мы принесли его вот туда, она, с женой пришли, Игнат Тихонович первый раз ее увидел и сказал, ну тут лет 11 надо ломать и ломать, так что ваш прогноз несколько не оправдался, пришлось много больше и ломать, я вас слушал только слава Господне, только слава Господа, что здесь, вот прослушать, допустим, то, что вот они делают, готовятся, как тот, кто держится чисто Евангелие, он скажет, ни одного шага нету по Евангелию, ни одного, вот это вот придумали, это все механическое явление, они внутри-то не меняются, она читает, да, читает, назначено ей, она должна просчитать, а у нас-то маленько помягче, но та же самая история, исследуйте самих себя, вот что, а этого у них вообще в зачатке нету, какая она была, такая и остается, я хочу сказать, я хочу сказать, что кроме этого, что они так готовятся, она читает Священное Писание, она читает вот это толкование, мы читаем молитву каждый день, вечером, вечерняя молитва вместе, старообрядцы и православные, эти, диконяне, проклятые, вместе читаем, Священное Писание, толкование читаем, слава тебе, вот если, простите, я говорю по Евангелию, слава тебе, по Евангелию, что они читают, а там ничего, делают это прекрасно, но нам заповедано только одно, и так, да и следует, каждая себя и приступает, все, даже об исповеди никакого слова нигде нету, но у нас принято, мы это будем делать, но даже самое главное, в молитву, вечерние, чтение, заложить то, что указал Господь через Павла, Павел говорит, не я, а Господь, а в другом месте вот сейчас считали, не Господь говорит, говорю, а я, что Павел и Господь, это что, его слова разница ниже, это не Господь, не знаю, это означает, что того, как Павел это высказал, этого не было сказано нигде в Писании, вот смысл какой, все, что до этого было в Писании написано, сказал Господь, это Павел ссылается, а что новое, это я сказал, я, а у него Павел говорит, я думаю, имею Духа Святого, и мы это принимаем сегодня на равных, тут надо пояснять, потому что Господь сказал, идите, не имейте двух одежд, и прочее, а когда уже уходил, заповедует уже об одежде, и о хлебе, почему, потому что там он заботился сам о них, а теперь я вас оставляю, собственное обеспечение, озаботьтесь, тут надо понимать, что структура церкви только начинала создаваться, и тут будут попечить, или другие люди, которые тебя за руку поведут, в Евангелии многое не договариваются, а что договаривалось, оно потеряно было, ну а церковь поставилась, и как ты говорят, а не написано, а они правы, да, не написано, но труд Духа Святого не остановился на первом веке, он продолжается до сегодняшнего дня, иначе бы не было Златоуста, не было бы Яна Кронштадтского, уже все сказано, нет, не все, на сегодняшний день конкретно необходимо говорить, вот там, о паспортах, допустим, где-то, Ну вот я, природу, сказал, все это Надежда Васильевна, смирение, что-то заболчание. Я говорю, все, Виктор Иванович, это совправильно. У вас слово есть? Говорите. Я говорю, все, что Виктор Иванович сказал правильно. А что вы, не я говорю, говорит Господь через апостол Апавла, почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Ну не жена спасает, а Господь, конечно, спасает. Равно можно сказать, почему ты знаешь муж, не спасешь ли жену? Вот. Поэтому я просто хочу попросить вас поблагодарить Бога за то, что Господь сделал со моей женой чудо, и чтобы оно продолжилось до того состояния, чтобы мы вместе были в Царстве Небесе. Аминь. Вот здесь когда говорят, что неопределенность, откуда ты знаешь, то есть в обязанности поставлено его обратить, и чтобы руки не опустились, а может обратиться. Вот эта неопределенность, и апостол Павел предполагает, что мы правильно воспользуемся свободой молитвы, свободой отношения к этому человеку. Вот в этом заложено. Неопределенность – это тот самый момент, который на развилке оставил человека при выходе из рая. Избери левое или правое. Я предложил огонь и воду. Благословение и проклятие. Вот здесь это же самое повторяется. Я не знаю, обратиться нет. А может никакой роли молитвы нет. Недавно, я говорю, было такое. Ну, просто в одном месте, в одном царстве, в одном государстве. Мало платят. Пошли к епископу, работники церковные, и епископы сразу уволили все. А теперь у одного-одного такого, в декое царстве, в некотором государстве, вот, подумали так, и жена одного нашего знакомого, ее избрали там, работники церковные. А у церкви что бывает? Пекари, швеи, ну, что-то там делают там. Многое они делают. И вот ее избрали пойти. Но впереди-то опыт был, что мало платят, ну, совсем мало. А уже знают как. До этого был епископ, уволил. Сейчас пойдешь, и ты даже эти пять тысяч получать не будешь. Что делать? Они меня телефонными звонками, раз, другой, третий, ну, помолитесь. Я никакой роли своей молитвы еще раз говорю. Не знаю я. Слышит Бог, когда не слышит, я обязан. Я пристал, пристал и стал молиться. Ну, и что? Ну, пошла. Пошла, там еще какие-то неурядицы были, и все против нее было-то. Ну, уже пошла и рассталась с должностью, выгонят-то. И вдруг вечером сообщается, что, говорит, сделалось с архиереем-то. Он сам вышел, пошел с нею, и там еще не могли оформить. Все это сделали, и сказал, два с половиной раза повышаю заход. Да, два с половиной раза это сразу не повышает-то. Недавно я позвонил туда, в неком царстве, в некотором государстве, спросил, как? Выполняется? Да, выполняется. Ой, как мы узнали, какая сильная молитва. Понимаете? Архиереем. Так я же, во-первых, не знаю, откуда это, но я знаю, что мой Бог рядом, и Он слышит. Я перед Богом приношу молитву. Представь, это для всех было, ну, как говорят, шоковое состояние. Это пойти, прилетите, я вам говорю, да у меня неправильные документы, ее нельзя тут прописывать. Я сказал, сделайте как-нибудь. И все было сделано, и получили. Я получаю известие с разных сторон подобное. Мы не знаем, чья молитва достигла, а ты молись, ввиду неопределенности. Мне не сказано, что я выполню все. Бог нигде не дает такого нам обещания. Но я слышу, Он сказал. Я слышу и знаю. Но я не знаю, когда Бог ответит. Аллилуйя. Следующий стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Святы. Толкование. То есть изобилием чистоты верующей половины преодолевается нечистота неверующей. Это значит слова апостола, а не то, будто язычник делается святым. Ибо апостол не сказал, бывает свят, но освящается. То есть побеждается святостью верной половины. А говорит об этом для того, чтобы верующая жена не опасалась сделаться нечистой, если будет иметь сожительство с таким мужем. Но спрашивается, совокупляющийся с блудницей, делаясь одним с нею телом, становится нечистым? Очевидно, и совокупляющийся с язычницей становится одним с нею телом. Если первый нечист, то как же не делается нечистым последний? Что касается блудодеяния, в нем бывает точно так. Когда имеют общение между собой блудники, то их смешение имеет нечистоту, а потому они оба нечисты. Но иначе это дело при сожительстве верующей половины с неверующей. Неверующий муж нечист по его неверию, но жена имеет с ним общение не в неверии, а в ложе. В этом общении не оказывается никакой нечистоты, ибо оно есть законный брак, посему-то верующая половина и не делается нечистой. Если бы неверная половина не побеждалась чистотой верной, то дети их были бы нечисты, или только наполовину чисты, то есть не нечисты. Излишним выражением «святый» апостол изгоняет страх подобного подозрения. Ну, заметьте, когда жена освящается, и он говорит, не говорится, что она святая, но о детях, иначе дети были бы нечисты, а теперь святы. О детях прямо говорится святы. А одна половина верующая, а другая не верующая. А как, с чего ради за святы? Объяснял еще Мартин Лютер. Благодаря тому, что одна половина верующая, она крестит ребенка, и ребенок свят. Это прямое указание на детское крещение. Это Мартин Лютер, протестант, понимал так. Она не спрашивая его принятия. Ребенок освобождается от подходящей чистоты. Кто рождается чистым от нечистого? Иова 14.4. Не один, добавляет, не один. А теперь освящается. А жена как? Освящается поведением и Словом Божьим, которое звучит. Вот говорят, ну я тоже говорю об этом. Если взять 100 прихожан православных храмов, ну где-то молитвы на львом баптистов. Ну вот выходят, они ничего не знают. А мы их отсечем 100 человек, а тех и 100. Ну и начнем с ними работать. Ну вот, у православных какие люди? И эти. Просто по жизни. Сравнивать даже не приходится. Какие эти богобоязвенности, сектанты. А православная бабка упала и заматерилась. И вообще, даже не знаю, что может не каждая. А они освящены через Слово. Они, если православные бабки не знают, они куда угодно колеблются. У них одна надежда на батюшку. Батюшка сказал, батюшка благословил, батюшка сказал, батюшка благословил. Они не могут оторваться от этого папы православного. Там один папа непогрешимый. У нас каждый папа непогрешимый. Вот оно что. И это все. Вот здесь мы должны это увидеть. А они освящаются. Поэтому, если она оказалась неверующая, жена у тебя, потому что ты-то уверовал, ты ей свидетельствуй, ты ей говори. Потому что неопределенность побуждает тебя трудиться сильнее. А она может обратиться. Обратиться и, может быть, вперед тебя пойдет. Не пренебрегай. А я разглянусь с ней, она неверующая, уже подсмотрел среди христианок. Ты помнишь, у нас приятел? Да, да, вот я только хотел про него пример дать. Из старобрядцев тут приходил, Андрей Марков. Вот, уже присмотрел невесту, все. Жена вообще не касалась. И тут она сразу стала приходить на богослужение, подделась по форме. А когда узнала, что Оля не собирается замуж, все, она тогда отклынула и больше не стала ходить. А ему сказали, у нас это не положено. У тебя есть жена хорошая, работница такая. Ну, вроде не венчина. Нас это не касается. Это жена, ты нажил детей с нею. Живешь с Теренком. Ну, вы знаете, я все проговорил. Да, конечно. Ну, а еще пример тоже из нашей общины. Саша. Который, а мы, говорит, с ней не венчаны. А мы вот жили, нажили. Ребенка нажили, а потом он решил еще... Какой с Сашей-то? Да. Для которой... А, я поняла. Светлана ведь. Коллега, время истекло. Надо. Да ладно, время истекло. Так, этот вопрос... Не важно его просто... Еще много времени занял. Вот этот вопрос один из самых серьезных в церкви. Конечно. После уверования. Игнатий Игоревич, помолитесь о нас грешных. А вы обо мне помолитесь? Конечно. А я всегда на молитве дома. У меня говорит Господи, всех, кто молится о нас во благо нам, услыши и исполни. Божьей милостью будь мне грешного. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного. И помилуй за молитвы святых отец наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины. Иже везде, сын, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись овны и очистены от всяких скверных. Спасибо, блажей души наши. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Яхо на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Яхо же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои сушения, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваух, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Вышнюю Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю за день, когда даровал в руки мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвом Твоим. Благодарю Тебя, Матерь Божия, сохранила от падения и сокрушения, предательства и измены, малодушия и уныния и отчаяния, и не остав Твоим покровительством. Уменьшись сердца людей, с кем нам надлежит встретиться. Покрой нас амафором любви от всех опасностей в этом путешествии. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Богом и грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил меня от видимых и невидимых опасностей. Не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди душу мою навеки в царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, с благодарением. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать и каждому дару и жилье. Аллилуйя. Укрепи нас мужеством Твоим, дабы не страшить соцарей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. Святителю Христу Николу Мерликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Благодарю за услышанную молитву и помощь о людях, о животных. Господи, умягчи сердца врагов наших, примири их с ними, пролей на них милость Твою. Благослови патриарха, епископов, священников, правителей страны и продлища этот мир. Благослови Максима. Помоги ему, Господи, все перенести. И талант его более возрасти, и больше ему дай храбрости и смелости. Аллилуйя. Аллилуйя. Святые пророки Илья и Елисеи, все пророки, молите Бога о нас. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но выше навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры. И сосудами, полными Илье добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы. Престолы Божьи, предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Святые мужчины, мужчины, Игнатий, Богоносец, Поликарм, Смирский, Вестинский, Увостов, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, молите Бога о нас. Дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. И даруй веру Анфиму, Вениамина, истреби из них этот зверонравный характер. Аллилуйя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И все святые, молите Бога о нас. Да Господь сохранит нас, святой православной вере. Сохрани нас от заблуждений, от ересей, расколов, от всего, что не славит тебя, Бога нашего, главу церкви. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёха Первомущин, Сафатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан. Варвара Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская. Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохранив от всяческого поругания. Аллилуйя. Прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной перед престолом благодати Твоей. Господи Божий наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Пошли добрых. Жители, селение наше. И приготовь нам место, где мы должны остановиться. Аллилуйя. Аминь. Игнатий Игорьевич, хочу сказать, пока еще не рассказывайте, в интернете. Вы, наверное, видели, что земли Дальнего Востока японцам будут давать в аренду. Земли Дальнего Востока. Сибирь и Дальний Восток будут японцам. Варенду давай. Варенду под сельхозпродукцию, чтобы они выращались. Сельхозпродукцию, чтобы они выращались. Это то, о чем я говорила. Вот вы говорили, так и есть. Понимаете, это так и должно быть. Я все время об этом молюсь, чтобы тем народам, еврейскому народу, Бог дал многострадальному еврейскому народу, дал место. Они говорили, сколько там таких народов. И Путину не обвинять надо, а помогать в этих вопросах. Вы правильно делаете? Патриарху помогать надо. Нам нужно... Мы собаку, чтобы они доберетели. Спасибо.